Порядка 15 активистов словно прощаются с работой и своими лесными хозяйствами. По словам протестующих, проведя реорганизацию или упразднив 42 мелких лесничества, образовав при этом одно предприятие государственное, работы могут лишиться около 4000 человек. Даже плакаты гласят «разрушать не строить, здесь мозги не нужны». Уничтожая рабочие места, иммиграции не сократить, лесничество закроем и в Ирландию уедем. Настроение, как говорится, не слишком хорошее у тех, кто отстаивает права хозяйств. Такое широкое, масштабное закрытие этого сектора повысит уровень безработицы в стране. Литовская экономика неблагоприятна к безработным, поэтому люди вынуждены уезжать в другие страны. Уволят всех рабочих и сделают одно предприятие на всю Литву, место 42. Активисты возмущены, как они говорят, бульдозерной реформой. Считают, что властям Литвы попросту необходимо решить вопросы крупных переработчиков дерева. Ведь у государственного предприятия покупать дерево станет в разы дешевле, чем у мелких лесничеств. Скандальные заявления. Это интересы только очень крупных компаний и даже международных компаний. Они хотят, значит, завладеть этой, как сказать, древесиной. Они хотят иметь монополию на это. И чтобы там всякие маленькие они там не перерабатывали. Они хотят только, чтобы вот большие перерабатывали. Протест прошел, активисты разошлись и поступила новость от премьер-министра Саулиса Сквернялиса. Правительство все же утвердило реорганизацию лесничеств. Если мы говорим об эффективном управлении госкомпаниями, если мы хотим, чтобы компании генерировали возврат денег в наш бюджет, если мы говорим о защите, присмотре и восстановлении наших лесов, то не согласиться с реорганизацией хозяйств было невозможно. Премьер считает, что реформа лесничеств обеспечит эффективную работу хозяйств, станут прозрачнее конкурсные закупки, начнется экономия бюджетных средств. С ним соглашается и министр защиты окружающей среды. Экономия составит в год около 13 миллионов евро, а число рабочих сократится на 400 человек. Не 4000 будут уволены, как говорят оппоненты, а 400. Но эти люди будут уволены не сейчас, а в середине следующего года, после того, как Сейм примет наше постановление. Закон после подтверждения парламентом вступит в силу с 1 января следующего года. Премьер-министр Литвы добавляет, что опасаться повального увольнения работникам лесных хозяйств не стоит, потому что для каждого, возможно, найдется рабочее место после оптимизации административных работ предприятия. Напомним, в 2018 году Литва планирует присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития, а одним из условий присоединения является реорганизация лесничеств. Пока документ не достиг Сейма, уже становится ясно, что не все политики готовы согласиться с предложенным проектом.